Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара, сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Дело на 56 миллионов бывшего директора авиагриката могут признать банкротом. Будут вариться в одном котле. У самарской богемы появилось место для сбора арт-котельное. СМС не в моде, в отличие от рукописи на бересте и каллиграфии гусиным пером. Какие еще полезные навыки можно было приобрести на фестивале средневековья Раскудесы? Рассмотрение дела о признании банкротом Геннадия Кулакова перенесено. Такое решение принял Самарский областной арбитражный суд. Экс-гендиректор завода авиаагрегат заявил, что оплатил долги перед предприятием. По последним данным, это около 56 миллионов рублей. Но пока платеж не подтвержден. Напомним, на предприятии считают, что эти убытки были нанесены Кулаковым. Он продал по заниженной стоимости 17 заводских зданий. Этот факт и лег в основу уголовного дела в отношении топ-менеджера. В 2015 году он был признан виновным. Теперь же суд должен рассмотреть вопрос о признании его банкротом. Предполагается, что точка в деле будет поставлена на следующем заседании. После подтверждения перевода денежных средств, в случае удовлетворения этих требований в полном объеме подтверждения стороны кредитора, производство по делу в соответствии с арбитражным профессиональным кодексом по федеральным законам и нестатистическим банкротом будет прекращено. Все 159 самарских школ готовы к новому учебному году. В первый класс пойдут почти 13 тысяч детей. С каждым годом эта цифра растет. И впервые за два десятка лет, благодаря поддержке губернатора, за который Самара попала в федеральную программу строительства школ, в городе откроется новое учебное заведение и ведется реконструкция уже существующих зданий. Так продолжается капитальный ремонт лицея авиационного профиля. Там меняют кровли, обновляют фасад, перекрытие и коммуникации. Возводится пристрой и к зданию медико-технического лицея. Там будет располагаться спортзал и дополнительная аудитория. Также завершается строительство бассейна в школе 127 в поселке Управленческий. Сейчас департамент образования подбирает площадки для строительства новых зданий, в частности микрорайона Крутой Ключей и Новая Самара, а также на улице Врубеле рядом с Постниковым оврагом. Четырех школ в Кировском районе обустроят спортивные площадки и по-прежнему в центре внимания департамента образования борьба с коррупцией в образовательных учреждениях. Никакого вступительного взноса быть, конечно же, в школы не может по определению. Сегодня существует электронная очередь по зачислению в школу. Здесь совершенно исключена коррупционная составляющая. Что касается благотворительных взносов, то родители могут оказать финансовую поддержку, но только по своему желанию и по безналичному расчету на внебюджетный счет школы. Все учреждения получили полный набор учебников. В этом году в программу возвращается астрономия. Кроме того, продолжается перевод занятий только на первую смену. Так работает уже почти половина самарских школ. Спорным моментом остается вопрос с охраной. Пока ее оплачивают или родители, или из внебюджетных средств школы. Кадровый состав укомплектован почти полностью. Есть несколько вакансий. В основном требуются учителя физкультуры и педагоги начального образования. Федеральная антимонопольная служба возьмет под контроль вопрос регулирования тарифов. Готовится большой пакет законодательных поправок о регулировании цен на тепло, газ, электричество и прочие услуги. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Самарского управления ФАС России Леонид Пак. Сегодня тарифы на коммунальные услуги контролируют органы государственной власти. При этом нередки случаи, когда разные компании оказываются в неравных условиях. И это приводит к необоснованному росту стоимости. Чтобы избежать этого, следить за тарифами будет антимонопольное ведомство. Когда мы начинаем разбираться в тарифном регулировании, получается, что одним компаниям тарифы устанавливаются, инвест-программы разрабатываются, и они пытаются выполнять инвест-программы. А другой компании этого не делают. Инвест-программа, если разрабатывается, то не утверждается. Вот чем вот эта, так скажем, дифференциация такая по штанам или еще почему-то, она неправильная. Должны быть равные условия для всех, и регуляторы должны понимать, что они... Потому что в конечном итоге это влияет на общий тариф в Самарской области. Отдых без дурмана. Межведомственная комиссия «Самара» снова провела антинаркотический рейд по общественным местам города. На этот раз проверили исторический центр «Самарский район». Нарушителей не оказалось. Такие рейды в разных районах города проводятся уже четвертый год. В департаменте общественной безопасности отмечают. Горожане стали культурнее. Сегодня проводятся профилактические мероприятия по утвержденному плану «Территория без наркотиков». Такие мероприятия проводятся раз в месяц, в летний период, как правило, в пятницу каждого месяца, на предмет выявления административных правонарушений. Далее коротко о других событиях дня. Лихорадка Денге обнаружена у двух мужчин – самарцы и тольяттинцы, которые вернулись из Таиланда. Еще один житель Тольятти подхватил в Колумбии лихорадку Зика, сообщают информационные ресурсы. В Роспотребнадзоре заявляют, лихорадкой Денге можно заболеть в странах Азии, Таиланде, Шри-Ланке, Пакистане, Малайзии. Инфекцию разносит определенный вид комаров. В наших широтах таких насекомых нет, а любителям путешествовать специалисты рекомендуют перед поездкой сделать необходимые прививки. ЧП произошло на Волге, недалеко от Самары. При переправе на частной лодке села Рождественного в областную столицу женщина пенсионного возраста выпала за борт и повредила спину. Находившиеся в лодке люди помогли пострадавшей забраться на борт и вызвали скорую. Медики госпитализировали женщину в одну из самарских больниц, где ей поставили диагноз – компрессионный перелом позвоночника. Сейчас по факту происшедшего проводится проверка. Почти 440 миллионов рублей получит автоваз на развитие из резервного фонда федеральной казны. Такая информация появилась сегодня на сайте Кабинета министров. Выделенные деньги пойдут на сохранение квалифицированных кадров завода. Средства поступят в виде субсидий и бюджет у Самарской области на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. На эти деньги смогут пройти переподготовку не менее 2000 сотрудников автогиганта, а 4000 работников будут трудоустроены. Меняется расписание водных перевозок. С 4 сентября вечерний рейс от пристани на спуске Осипенко до Гавриловой поляны будет отправляться на час раньше. Количество ежедневных рейсов до Зеленой Рощи уменьшится до 4 в день. От пристани поляна Фрунзе теплоход будет ходить до Подгор только два раза в день. До Винновки от речного вокзала по воде теперь можно будет добраться только по пятницам, субботам и воскресеньям единственным рейсом. До Зольного можно будет добраться также единственным рейсом 8.30 от речного вокзала. Кошечки из Панчбоба вместо архитектурных красот в этом году покупка школьных дневников снова ляжет на плечи родителей. В предыдущие годы 1 сентября школьникам на уроках мира раздавали дневники, которые должны были развивать интерес к родному краю. Они содержали в себе исторические фотографии знаковых мест Самарской области и информацию о них. Теперь выбирать дневник родители могут самостоятельно. Стоимость начинается от 50 рублей. У Самарской богемы появилось место, куда можно отправиться за новыми впечатлениями и эмоциями. Арткотельная собрала под своей крышей поэтов, музыкантов, художников и актеров. В творческом котле поварилась и наша съемочная группа. Не просто концерт, а настоящая история с сюжетом, актерами и декорациями. Открытие нового проекта Арткотельная совпало с презентацией Самарской группы Трип. Объединение музыки и театра – абсолютно новый вид творчества молодых артистов. Мы играем в новом жанре относительно музыкальной сферы. Это жанр называется «New Wave». То есть это смесь электронной музыки и живых акустических инструментов под разные клубные ритмы, типа драм-н-бейс, даб-степ и разные мелодические штукенции. Что касается содержания и философии группы, она тоже предельно просто выражается в одной мысли – жизнь – это путь. Арткотельная – это серия перформансов на стыке поэзии, живописи, музыки. Проект объединяет различные городские сообщества, коллективы и группы. Все они отныне в одном творческом котле. Я безмерно рада представить это новое пространство города Самары под названием Арткотельная, которое созрадачивает в себе самых крутых, творческих, талантливых людей нашего города, которые могут писать музыку, стихи, которые занимаются театром и кино, которые рисуют картины и многое-многое другое. Это настоящая квинтэссенция самарского авторства. Мы занимаемся очень, как мне кажется, интересными вещами, нужными для молодежи, для того, чтобы люди занимались тем, что им действительно нравится, для того, чтобы они ходили на концерты, вместо того, чтобы заниматься чем-то, что совершенно им не нужно. Лично я выступаю в роли актера, я хожу по периметру зала и всячески завлекаю людей, для того, чтобы они поняли всю свою раскрепощенность, для того, чтобы они могли расслабиться. В ближайших планах арт-котельной рассказать о любви через поэзию, танец, музыку и театр. Помещение бывшего элеватора пустовать точно не будет. Желающих повариться в большом творческом котле уже предостаточно. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События. Окунуться в русское средневековье в загородном парке прошел культурно-этнический фестиваль «Раскудесы», где можно было научиться писать с гусиным пером, смастерить куклу и потанцевать в хороводе. На машине времени в прошлое отправился Сергей Кизоркин. Эльвира Казанцева с семьей пришла в загородный парк отдохнуть и сама не ожидала, что окажется в прошлом. Культурно-этнический фестиваль «Раскудесы» предложил гостям попробовать свои таланты в 46 мастерских. От гончарного искусства до женских рукоделий. Эльвира выбрала мастер-класс по письму. Сотрудники музея не только рассказали, как и на чем писали древние русичи, но и научили пользоваться гусиным пером. Девушка решила, ей в жизни этот опыт пригодится. Романтические письма и поздравления, да, можно. Если красиво открытку оформить, я думаю, очень будет приятно и интересно. И необычно, нежели печатный текст на клавиатуре. В старину молодые люди относились к созданию семьи очень серьезно. К выбору супруги подходили практично. Будущая жена должна была быть в первую очередь хорошей хозяйкой и рукодельницей. Чтобы показать свои умения, девушки на выдании делали тряпичных кукол и выставляли их на подоконник. По красоте куклы, то есть ему больше нравится какая кукла, какая красивее, какая аккуратнее изготовлена. Туда, конечно, та девушка лучшая хозяйка, хорошая хозяйка, у нее хороший вкус, может быть видение. А такая девушка нужна всем. Конечно же, он и шел именно туда. А вот сегодня, что можно сказать, вот мастер-класс проходили все, те, кто садили за этот стол, хорошие лесомарские. Да, безусловно. Все девушки красавицы и очень хорошие хозяйки. Тест пройден. Молодые люди смогли показать свои умения в богатырских турнирах, стрельбе из лука и битве на мечах. Под занавес праздника прошли хороводы и демонстрация национальных нарядов с 10 века и до наших дней. И наша задача вот с этим фестивалем попробовать показать людям, что традиция, она может войти в нашу жизнь и как-то гармонично в ней присутствовать. Что не стоит от нее отказываться насовсем и навсегда. Первый культурно-этнический фестиваль Раскудеса сразу собрал много гостей, около 2000 человек. Организаторы решили и в следующем году снова провести такой праздник. Гостям будут представлены и новые площадки «Русская кухня, архитектура» и ночную рандеву со сказками и историческим кино. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. В Самарском театре оперы и балета новый театральный 87-й сезон откроется 3 сентября балетом «Лебединое озеро». Первым оперным спектаклем будет «Аида» 13 сентября. На первую половину сезона запланированы две премьеры. Постановка музыкальной сказки для детей «Волшебный ламп Аладина» в ноябре и балета «Смиральда» в декабре. В прошлом сезоне в репертуаре появились новые постановки «Аперетта Тарам-Парам, Нина-Нина» или «Квартир на вопросах испортил» и концертная программа «Гранта Перетта». Было показано 206 спектаклей, которые посмотрели около 120 тысяч зрителей. За сезон было проведено три фестиваля. Зрители имели возможность посетить ставший традиционными фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, музыкальный фестиваль Мстислава Ростроповича. В апреле прошел весенний фестиваль оперного искусства с участием звезд мировой оперной сцены. Одним из важнейших событий сезона стала очередная номинация театра на национальную театральную премию «Золотая маска». Опера «Леди Мак» Беденценского уезда была включена в шорт-лист в премии в пяти номинациях. Спектакль был показан в Москве на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Развязка близка. Сегодня суд должен вынести приговор убийцам жены полицейского Вашуркина. Запустили Карпов и посадили Липы. Воронежские озера постепенно вновь превращаются в экологически чистый уголок Самары. Расставил акценты. Мэр подвел итоги объезда промышленного района Самары. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!